шаббат шалом друзья мир господний субботний святой мир всем вам возлюбленные во христе иисусе мессия иешуа всех приветствую братья и сестры из города тулы божьей милостью архиепископ сергей журавлев сегодня шаббат сегодня у нас 17 это муза 5778 года до 17 это муза это да там такая печальная скорбная в истории израиля в библейской истории на эту дату выпадало множество таких несчастий и проблем в истории народа божьего но в день господний не пристало нам печалиться в день субботний не пристало нам поститься и скорбеть поэтому в таком случае эту пост вообще этот пост 17 это муза эту скорбную дату мы переносим на следующий день завтра у нас 18 это муза но мы переносим на завтрашний день вот эти все мероприятия будем договорить и 17 это муза 4 месяца да интересно да в гражданском исчислении 30 сегодня июня 2018 года последний день июня вот и завтра соответственно 1 июля уже и соответственно 18 это муза 5778 года от сотворения мира вот и о чем я что 17 это муза библейской истории народа божьего это такая трагичная дата ну достаточно вспомнить хотя бы вот события 3330 лет недавности до 3330 лет тому назад когда бог вывел нас из египта в тот же самый год произошли трагические событий именно 17 тому за 4 месяц этого да какие события маше моисей пророк был на горе со всевышним богом все прекрасно казалось было бы бы но если бы да кабы да было бы к сожалению народ устав ждать вот сделал себе золотого тельца история золотого тельца тесно связано вот с трагедией 17 тому за то есть сделали раньше конечно но 17 тому за значит как раз 17 числа 4 месяца от пасхи считать маше сошел с горы вот к народу и увидел эти эту как говорится свистопляску вокруг этого золотого тельца и разбил скрижали да не удержал эти скрижали завета святыня не удержалась в его руках они были разбиты эти скрижали эти 10 заповедей который сам всевышний бог баруха шайм благословенное имя его начертал своим перстом и конечно впоследствии было вымыли на прощение впоследствии были вытеснены новые камни эти эти скрижали и на них вновь было записано то что мы называем 10 словем 10 заповедей божьих которые действительно на века они звучат и звучали и звучат в судьбах миллионов миллионов верующих особенно новозаветных нас верующих новозаветных ведь кровью машеха кровью христа иисуса чистого непорочного агнца свершилось чудо и новый завет в крови иисуса христа заключенный на голговском кресте как на неком жертвеннике знаете ли это было потрясающее событие сверхъестественное событие вселенского масштаба вот и это новый завет и заповеди бога сегодня слово бога она не просто на камнях пишется или записано нет она пишется в наших сердцах она проявляется в наших сердцах она сверхъестественно начертано на наших сердцах слава господу и конечно трагедия семнадцатого тамуза она не только ограничивается вот вот этими событиями 3330 лет недавности когда мы вышли из египта впоследствии именно семнадцатого тамуза произошли другие трагедии в частности значит была прекращена жертва в храме святом в храме божьим опять-таки по грехам нашим не послушав заповеди господни заповеди божьи молились люди сожалению кроме всевышнего бога валом астартом то есть молились кому-то еще это многобожие идолопоглонство и многобожие эти нарушения грубые грубейшие нарушения первых двузаповеди они знаете ли ничего доброго не могли конечно дать эти нарушения лишь стали источником несчислимых страданий нашего народа несчислимых страданий израиля и храм был тот самый первый построенный соломоном он был разрушен по грехам нашим и библия об этом очень подробно рассказывает пророки пророчествовали люди закрывали свои сердца к сожалению и уши имея как машин сказал уже в новозаветное время имеет уши но не слышит сердца их года грубили да история повторяется друзья дамы и господа и вот в первый храм был разрушен по грехам нашим и 17 тому за это даты как раз собственно связано с эти с этой трагедии по крайне прекращение жертвы однозначно 17 тому за последняя жертва была принесена больше не было жертв вот так вот ну и впоследствии храм был разрушен через пару лет после осады храм был разрушен страшно и конечно печально что все так произошло но затем было покаяние исправление дшуа возвращение строительство второго храма но парадокс судьбы опять-таки 17 тому за летом 70 года произошла трагедия 70 года нашей эры уже имею ввиду трагедии опять-таки 17 тому за и жертва была прекращена и пролом был в стене сделан юрушалайма в стене городской иерусалима но это по сути означало начало конца уже все если стена разрушена если брешь есть в стене то по военной стратегии того времени той эпохи падение города было лишь вопросом уже времени дней каких-то так оно и происходило друзья к сожалению это все опять-таки мы воспоминаем как раз вот 17 тому за другие трагедии вспоминаем не только разрушение храмов падение святыни не только разрушение этих скрижали нет не только еще в 165 году до нашей эры именно как раз 17 тому за апостомус представитель или как бы ну да представитель антиоха епифана сжег тору уничтожил свиток торы нагадил на чистом наплевал в душу народа божьего в душу божью плюнул это страшно конечно эти репрессии начавшиеся после того сия яростные репрессии по отношению к народу божьему ко всем чтущим заповеди божьем все это всклыхнулась впоследствии восстания маковейская мы знаем что все закончилось все-таки большей частью хорошо восстание маковейская и в общем-то освобождение храма восстановить возрождение вновь храма происходило как раз но мы вспоминаем все эти трагедии 17 тому за то есть завтрашним днем но сегодня шаббат сегодня день радости веселья торжества и еще почему я так рассуждаю потому что для нас новозаветных верующих каждый день есть повод для радости потому что машиах с нами каждый день every day каждый день каждый день он с нами это прекрасно друзья это прекрасно вот и иисус христос и шо машиах он сказал я с вами во все дни до скончания века я с вами во все дни до скончания века то есть во все дни абсолютно во все дни то есть наступила мессианская эра мессианская эпоха эпоха радость торжества и сегодня наипаче уж тем более уж шаббат мы славим господа благодарим бога за все вот а то что мы вспоминаем трагичные такие события из библейской истории нашей это нам в назидание в наставление чтобы мы не грешили это нам предостережение пусть будет на для нас сегодня это для всех верующих евреев не евреев неважно потому что бог во христе примирил собой весь мир бог во христе иеговы бог аврама исаака якова бог патриархов и пророков отец наш сущий на небесах да святится имя его он совершил великое примирение дело великого примирения в крови своей святой свою кровушку за нас отдав пролив на голговском кресте как на некоем жертвеннике он совершил чудо искупления прощения ибо христе бог примирил собою весь мир слава богу друзья слава богу его два тысячелетия раскрывается это таинство раскрывается это потрясающее таинство примирения тикуналам возрождение исправление этого мира в новозаветную эру это просто прекрасное послание друзья слава господу пусть бог вас всех благословит сегодня и сегодня 17 это муза для нас это не просто поводом для печали нет повод для радости несмотря ни на что несмотря на трагедии ошибки наши несмотря на наши грехи бог простил нас и для нас это воспоминание о прошлом но и некое предостережение и мы должны помнить а чего нас спас господь что он простил нам должны это помнить и благодарить бога всегда всегда слава тебе господь за все благословuurый бог наш, шабата шалом чтобы а ни бер шаба шаба, шаба, шаба 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 тонов шамбат шоба жаба с доходомошка files кредito шаббат шалом шаббат шалом passa back us but a shot О Давину Хай, О Давину Хай, Наш Отец, Иегова, наш Бог, Святой Отец живой. О Давину Хай, О Давину Хай, О Давину, О Давину Хай. О Давину Хай, О Давину Хай, О Давину Хай, Наш народ живой, Израиль Божий жив, Потому что Наш Отец Небесный, Бог Святой живой. Всем вам мира, счастья во Христе, в Машияхе. И благоставляем Израиль, благоставляем Иерусалим, Иерусалим, Город Великого Царя. Шалу, шалом, Иерусалим, Шалом, шалом, Израиль, Иерусалим. Шалом, шалом, Израиль, из столицы Израиля благоставляем город Иерусалим. Шалу, шалом, Иерусалим, Шаббат, шалом, Шаббат, шалом, Шаббат, шаббат, шалом. Благословение Господне всех вам, дорогие друзья, благоставляя благословением священников. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Шалом, Семен. Иешуа Гамашиа, Иешуа Машихейну, во имя Иисуса Христа, Мессии. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, верные и святые дети Божьи. О, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся. Слава Господу, навеки слава Богу Святому. Шаббат шалом, друзья, из города Тулы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя, Киевская Архиепископия, мир всем вам. Шаббат шалом, сегодня 30 июня 2018 года, или же в библейском исчислении 17 Томуза, 5778 года. До встречи и на земле, и на небесах. Шалом, шалом. Вот, и, конечно же, по скриптум объявляю, напоминаю, что 19 августа мы будем проводить собор, в воскресенье это будет, а перед тем будет предсоборный шаббат у нас будет такой, да, 18 августа. Вот, и, конечно же, до того буду проводить семинары, служения в Киеве, так что уже на днях уже буду, уже в столице. Все, до встречи, шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом.